Воздухоплавание Воздухоплавание Продолжаем нашу беседу о развитии авиации. Воздушный шар, используемый в воздухоплавании, это летающий аппарат или аэростат, в котором для полёта используется газ, который легче воздуха. Воздушный шар состоит из заполненной газом оболочки и прикреплённой к ней корзиной или прицепной кабиной. В отличие от дирижаблей, воздушные шары не имеют двигателей для самостоятельного горизонтального движения в воздухе. Мы все к шарам относимся с особым расположением, вне зависимости от возраста, ведь воздушные шары вызывают только добрые эмоции. Немного истории. С чего всё начиналось? До появления известных на сегодняшний день воздушных шаров люди заполняли воздухом пузыри из кишок домашнего скота. Коров и овец. Самый первый в мире шар, который заполнили водородом, был выпущен в небо в Париже с Марсового поля 27 августа 1783 года. Первый резиновый шар собственноручно изготовил английский физик-экспериментатор Майкл Фарадей в 1824 году. Замысел был осуществлён при помощи пары листов каучука с плотно прижатыми друг к другу ребрами. Дирижабли и аэростаты активно использовались в первой четверти XX века. На них возлагались функции защиты от нападения вражеских самолётов. В 70-х годах XX столетия изобрели серебряные металлизированные шары. Их первое применение было зафиксировано в Нью-Йорке. Они производятся из прочного материала, металлизированного нейлона. Эти изделия стоят дороже своих латексных аналогов. Мало кто знает, но гелевые шары изначально изобретались в расчёте на помощь космической отрасли. Например, советские зонды Вега-1 и Вега-2 в 1985 году десантировали гелевые шары. Куда бы вы думали? В атмосферу Венеры! Рекорд по запуску самого большого количества гелевых шаров принадлежит английскому Дисней Парку. 27 августа 1994 года на презентации мультипликационного блокбастера «Аладдин» в небо взлетело более полутора миллиона воздушных шаров. А теперь о рекордах подъёма на высоту. В 1931 году впервые достигнута стратосфера на воздушном шаре. В 1933 году с борта открытого воздушного шара сделан первый снимок, на котором видна округлость земли. В 1933 году совершён рекордный подъём на высоту 19 км. В 1934 году рекорд высоты достиг 22 тысяч метров. В 1935 году достигнута высота 22 тысячи 66 метров. В 1961 году 34 тысячи 668 метров. Самая большая высота, когда-либо достигнута беспилотным шаром, составляет 53 тысячи метров. Шар был запущен 25 мая 2002 года в Японии. Выше могут летать только ракеты, ракетные самолёты и артиллерийские снаряды. Интересные факты. Латексный воздушный шар, оказавшийся в небе, сможет без проблем достигнуть высоты 5 км, после чего он замерзает и разрушается на фрагменты. Неожиданный звук лопающего шарика способен напугать каждого. И это неудивительно, поскольку разрушающийся шар создаёт самый настоящий сверхзвуковой удар. После возникновения в надувном шаре отверстия, воздух начинает выпускаться наружу настолько быстро, что в резине отверстие растёт со скоростью звука, превышая данную скорость в воздухе. Эта разница и приводит к возникновению сверхзвукового удара. Самая большая объёмная фигура из 80 тысяч воздушных шаров была создана в форме робота в Сингапуре. А ещё существуют жилые шары. Да-да, вы не ослышались. Но об этом в следующей нашей встрече. Всего хорошего вам и вашим близким. До новых встреч!